16 часов по московскому времени наступает время нового садоводства она не просто отличается от традиционного она полностью его отменяет полностью сто процентов я пытался найти что-то общее в конце концов отчаялся ничего но наша задача не просто продолжать вот наша задача сделать так чтобы было как можно больше нас как можно больше сегодня меня пытались плюнуть в рожу как а у вас я смотрел в шабинар у вас 4 просмотра не 400 там это еще ладно там все-таки кто-то из четырехсот там соседям расскажет что вот хватит уже деревья калечить вот хватит горбатиться хватит перекопать почву в саду ведь это же еще советуют четыре раза за лето перекопать вы понимаете а люди верят давайте начинать по-новому все ну поехали и так 175 вебинар сейчас посмотрите как все просто понятно вот и мы сделаем праздником на работу в саду смотрите итак самое ценное что у меня есть это ваши письма вот например первое письмо и фотография прежде чем я всегда так у меня должно сложиться свое мнение я сначала смотрю фотографии да а потом я смотрю на письмо что я вижу а от мыши защитили только в этот раз единственный раз жизни мне сказали что написали что мыши съели старую яблони старую а теоретически я читал когда-то до пяти лет первый год могут съесть во второй ну потом карат убеет на и третий могут иногда четвертый на пятый дальше нет но лично у меня было до восьми лет жрали то есть семь лет спокойно а восьмой год выпал снег сантиметров шестьдесят а для нас в сибири не в моем районе не видно такой глубокий снег вот мыши образовали были семилетние яблони у меня погрызли как хорошо погрызли и вот видите на фотографии вы видите бутылку с расширенным горлом это я советую вам расширить и вы видите наверняка это отравленное зерно как раз вот такого цвета раз на дальнем плане вы видите покрышку них ночью будет она вспомнита вот это покрышка и тому кто с дуру написал статью председатом хозяйстве и тому кто с дуру издал эту статью цена миллионов погибших деревьев сгнивших но это я же все заранее смотрю не знаю содержание письма теперь я вижу дерево скорее всего не привитое но еще не знаю и я вижу ростки или корневая водка они как раз на границе почвы хоть так назови хоть так письмо валерий константинович здравствуйте в уложенных файлах фото яблони я выбрал самую лучшую фото сорт не знаем она досталась от прежних хозяев желтенькая летняя аромата приятного вкуса 80 лет назад на ее месте было большое дерево оно разломилось от урожая мы его спилили от корней ниже дня прошли побеги я оставила один самый сильный побег остальное вырезала выросла плодоносящие деревцы еще раз вот это уже побег пошел вторая молодость назовем так я стала самый сильный побег остальное вырезала выросла плодоносящие деревцы получается на корнях предыдущего сам пень давно съели грибы после знакомства с нами вновь появляются побеги я не убираю и они продолжают расти по цвету коры и по почкам они похожи на культурное за прошлое лето дали сильный пророс хочу его размножить у меня вопрос гонятся ли эти побеги от корня на прививку от корня причем или лучше сверхники или боковых веточек все равно взять заранее спасибо сергей анастасека есть мои постоянные зрители ученики и так далее это алтарь я помню смотрите еще раз итак они спрашивают не лучше ли вот если дерево вот это вот оно тут наверняка есть веточки годные на прививку это ветка родилась вторая молодость на старых корнях наверное тут есть да я уже отсюда вижу вот хорошее есть прирост и можно привить а вопрос такой а может быть эти лучше вот ну давайте сейчас что мое мнение лучше взять веточку с этого дерева тут какая-то гарантия уже стопроцентная что это у нас ничего не знаем предыдущих хозяева погуби погибло дерево расщипелось его полностью смелили что мы не знаем привито не привито яблочки вот тут попробовали кроме попробовали вкусная вкусная вот эти веточки берите вот-вот-вот-вот-вот я беру хорошую веточку вот так я рассуждаю смотрите вот они хорошие веточки вот она например вот если видно вот так что потемнее а вот это уже светленькие и давайте рассуждать так а а если она была привита если она до этого была привита но тут же видимо прошло из-под земли а есть такое понятие как опять никто еще будет вспомнить это химеры а химеры это назовем это так вроде бы не карь а с культурными качествами по железному это нормально а мне по городе а это химера а химер означает что она погибнет а тут мало того что дерево видимо десятки лет жила так ну прощепилась но в старости погибла пошел еще один опять плодоносит это же химера здесь уже какая-то гарантия что если эту ветку взять получат такие же как там было написано желтенькая лети ароматные приятного вкуса все разобрались а что вот это а вот это извините ой я не туда въехал никогда не туда сейчас надо вернуться вот сюда вернулись так вот и еще раз посмотрели и полюбовались здесь вот эти вот по идее это часть дерева вряд ли оно было нет оно могло быть привито вполне но именно здесь где чисто корни могут оказаться если вот эту веточку привить одна вторая третья взять на прививку может быть оно будет уже не такое вкусное мы сходим из теории варианта здесь сто процентов а здесь 50 на 50 вот ответ понятен вот эти не надо брать на прививку теперь второй вопрос значит очень много людей которые относятся к этим веточкам с дикой злобой у них битом голову на всю жизнь причем и пройду и после моей смерти или нет и за такое сравнение через 20 лет они будут даже сам подтвердить сейчас оказалась такая история ко мне пишут обиженные люди даже где-то обрублены да вот мы пытались заступиться за деревья на том сайте на том на том десятки тысячи десятки тысяч подписчиков а всегда погода идет один-два они авторитеты вот если не кажется интересно всегда был потому что до последнего времени платили за эти за рекламу вот кажется интерес их переубедить невозможно а им верят и как только наши люди попадают как свое время мой брат а потом еще сколько людей пробовала попасть и и мозги править тем кто уже они уже поняли что это ошибки бесполезно и вот что получается я вынужден еще раз еще раз сказать это вроде бы ведь бесполезно ждать пока умрет еще вот этот молодой помех чтобы еще одно поколение вот или вырезать напрочь чтобы как говорится не отбирали силы помните все это немножко мешает чуть подрежьте и пусть остается хотя бы половина от этого почему они кормят корни еще раз говорю вот так сложилось чтобы у россии штамп кормить корни будет а не помогать парни корни это как лишнее соединение так сказать природы по моему я заговорил до саду если вот